Спасибо большое, Адель Фёдоровна. Спасибо большое, Адель Фёдоровна. Спасибо, Адель Фёдоровна. Преимущество детекции сигнальных лимфатических узлов, если мы обозначим это коротко, то мы действительно, кроме того, что мы уменьшаем и время операции, мы уменьшаем объём кровопотери. Мы значимо влияем на качество жизни пациента в послеоперационном периоде. Если мы коснёмся данных относительно места введения красителя, исторически исследовалось большой объём материала, исследовалось введение опухоли передуморально, при гистероскопии непосредственно в опухоль. Но на настоящий момент принята тактика стромальной инъекции, представлена будет она на слайде. Исследуются три красителя. Наиболее активно исследуются между собой метиленовый синий и индоцианин зелёный. Если мы коснёмся исследований с фильмом, которое было посвящено сравнению двух этих красителей, мы увидим, насколько более эффективен является краситель индоцианин зелёный. Он намного лучше в детекции сигнальных лимфатических узлов. Комбинированное использование двух красителей не улучшает показатели. И краситель индоцианин зелёный нам идентифицирует симметостатические узлы, в то время как голубой краситель может пропускать практически 40%, что является очень значимой цифрой. Коснёмся непосредственно стромальной инъекции. Эта информация приведена на слайде, она доступна во всех рекомендациях. Основной момент, на который стоит обратить внимание, что должна быть обязательно стерильная вода для инъекций и должно быть сочетание глубокой и поверхностной инъекции. Оценке эффективности данного метода посвящено много исследований. Одно из первых начато с оценки чувствительности и также оценки прогностической значимости отрицательного результата. С помощью данного исследования, исследования ФАЕРСа 2017 года, было продемонстрировано, что краситель ACG обладает высокой диагностической точностью, он безопасен и, по сути, может заменить стандартную лимфоаденоктомию. Наиболее важные пути лимфоадтока, я не буду на этом останавливаться, прекрасно они известны. Стандартный путь – это лимфатические протоки к наружным подвздошным и запирательным лимфатическим узлам. Но также не стоит забывать о том, что существует менее частый путь лимфоадтока, и там также могут находиться сигнальные лимфатические узлы. Это в области общих подвздошных пресакральных лимфатических узлов. Также существует феномен скачка относительно параортальных лимфатических узлов. Он достаточно редко встречающийся. Стандарты непосредственно алгоритма детекции сигнальных лимфатических узлов, они известны с 2014 года, они не меняются. И если мы коротко коснемся советов поисте лимфатического узла, что наиболее важно? Кроме стромальной инъекции важно чистое визуальное хирургическое поле. Мы всегда начинаем с картирования сигнального лимфатического узла. Важно не пересекать круглую связку, важно непосредственно выделять. Все сегодня прекрасно было видно на операции, вся техника. Важно не забывать о путях лимфоадтока, если не найден стандартный лимфатический коллектор. Относительно параортальной лимфоденоктомии хотелось бы коснуться буквально на одном слайде, потому что, говоря про картирование сигнальных лимфатических узлов, наиболее часто мы говорим про тазовые лимфатические узлы. Изменения в параортальных лимфатических узлах встречаются крайне редко, и наиболее часто они принадлежат агрессивным типам опухоли. Это серозная опухоль и неэндометриоидные раки. Методика детекции сигнальных лимфатических узлов с применением именно протокола ультрастадирования позволяет минимизировать случаи изолированных параортальных лимфатических узлов и отделить именно истинное поражение с феноменом скачка от недиагностированных метастазов в тазовых лимфатических узлах. Что же такое ультрастадирование? Ультрастадирование позволяет нам выявить более тонкий гистологический срез, потому что стандартная методика замороженных секций, интрооперационная, пропускает около трети макрометастазов и практически 90% микрометастазов. Концепция метастатического поражения лимфатических узлов включена в ТНМ-8. Она имеет крайне важное прогностическое значение. Мне бы хотелось достаточно коротко коснуться относительно изолированных опухолевых клеток. Сейчас большое значение уделяется исследованию данной темы, но на настоящий момент пациенты, у которых выявлены изолированные опухолевые клетки, они не получают преимуществ от дивантного лечения. Исследование сигнальных лимфатических узлов выполнено крайне-крайне полно. Важная очень группа для нас – это группа пациентов высокого риска. В данной группе частота обнаружения сигнальных лимфатических узлов достигает практически 90% и очень высокая чувствительность метода. Таким образом, мы понимаем, что мы можем использовать данную методику в этой сложной и агрессивной категории пациентов. Также большой удельный вес принадлежит оценке онкологических результатов у пациентов агрессивными формами рака эндометрия. Крупное исследование, которое сравнивало непосредственно детекцию сигнальных лимфатических узлов с полноценным хирургическим стадированием тазовой и перертальной мифоденоктомии. И в этой группе пациентов общая выживаемость и частота местных рецидивов не отличалась. Еще раз нам демонстрируют безопасность и эффективность данного метода. Важное значение для пациента – это качество жизни. Мы можем приложить все возможные усилия для выполнения хирургической операции, но мы никак не можем повлиять на пути его собственного лимфооттока и дальнейших лимфоколлекторов. Поэтому все, что мы можем, это минимизировать хирургическую травму. Детекция сигнальных лимфатических узлов является независимым прогностическим фактором более низкой частоты встречаемости лимфидемы нижних конечностей. Большой победой и победой также нашего центра является включение с этого года в наши отечественные рекомендации легитимности применения данной методики не только в рамках клинических исследований, а уже на основании отечественных рекомендаций. Если резюмировать мой доклад, то на чем хотелось бы остановиться. Идеальный краситель – это индецианин желеный. Идеальное место инъекции – это шейка матки. Важный момент, что мы можем повторно использовать инъекцию ICG, если мы не выявляем сигнальный лимфоузел после прохождения периода работы препарата. Но системная лимфодоктомия должна выполняться у пациентов группой промежуточного и высокого риска. Очень важный, конечно, момент, который требует дальнейших обсуждений с патоморфологами – это применение именно ультра-стадирования. Когда оно будет возможно выполняться интероперационно, тогда, конечно, оно уже будет применяться повсеместно. Проспективные исследования подтверждают безопасность и эффективность данного метода. Мы понимаем, что мы можем использовать данный метод в группе пациентов высокого риска. И важно понимать, что в настоящий момент мы используем его максимально легитимно. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...